Тему затронули, связанную с Ходорковским. Месяц-полтора назад, когда возникла тема финансирования, не финансировать нас. Уважительно, через людей, которым он доверяет, которые к нам иногда заходят. Мы сказали, пожалуйста, не надо нас финансировать. Почему? Потому что у нас разный взгляд. Я не буду сейчас подробно, хотя могу это сделать. В чем они разные? Разные. В Москве финансирование как благотворительность в политике не бывает. Бывает только политическое финансирование. И сейчас у нас разные политические взгляды. Разные взгляды на то, что надо делать, как это надо делать. И, пожалуйста, не надо нас трогать. После того, как с какой-то непонятной целью его представители в Москве сказали, что вы, члены Яблока, просите у него деньги, и сказали, что это 20 там сколько-то человек, но мы ей сказали, что нет, не просим, что нам неизвестно, кто это, что мы этого не делаем. Кроме того, у нас есть опыт полтора года, когда Ходорковский финансировал Яблоко по указанию Путина. Как и коммунистов. Как и Чубайс финансировал СПС по указанию Путина. Тогда не было никакого государственного финансирования. Тогда было финансирование только от крупных экономических структур. Ну и вот Путин решил распределить их между разными партиями. И у нас есть опыт этого финансирования, он не очень приятный. И у нас есть опыт того, что мы просили сейчас не делать с нашими кандидатами. Есть живые конкретные люди, которые вам расскажут, как это происходило. Мы даже не в претензии, мы просто просим этого больше не делать. Ну вот, собственно, и все. И об этом только и было разъяснение нашей пресс-службы. Мы просим этого не делать. Почему? Потому что у нас разные политические взгляды на очень многие вопросы. По-моему, все понятно. О чем тут еще говорить? Это факты. Факты эти можно проверить. Они ясные. Это действительно были неприятные опыт общения. Когда он был в 2003 году. И тогда непрохождение яблока в Думу не было связано с историей с Хондарковским. Это не то, что с ним происходило, было причиной того, что мы не попали в Думу. Нет, не было. Мы его к этому вопросу не при... Но сама технология вот этих денежных потоков, как это делалось, куда это направлялось, как делалось многое через голову, за спиной. Вот я с этой трибуны, нас смотрит сейчас трансляция идет. Я лично уже обращаюсь. Пожалуйста, оставьте нас в покое. Хотите вести с нами политическую дискуссию? Пожалуйста, у нас есть много людей, которые будут с вами вести профессиональную, глубокую, серьезную, принципиальную политическую дискуссию. У нас есть много таких членов партии. Но свои денежные вопросы оставьте при себе. Что касается наших спонсоров, да, они у нас есть. Но у нас есть одно условие. Спонсоры не определяют нашу политику. В этом зале нет ни одного человека, кто мог бы встать и сказать, что когда-либо было сказано кому-либо, что вот мы тебя финансируем, если ты будешь говорить это или это, делать так или не так. Такого в яблоке не было никогда. Поэтому у нас не всегда есть деньги. Поэтому мы не всегда можем вести грандиозные компании. Потому что не все на это согласны. Но мы к этому относимся очень всерьез. Теряли ли мы спонсоров? Еще как. Одно заявление по Украине чего нам стоило. Ну что же. Такова наша позиция. Таковы наши принципы. Теперь, что касается важной и чувствительной темы, которая много раз здесь задевалась. Это тема объединения демократов. О чем здесь говорилось. Значит, ответственно заявляю вам. Мы сделаем все возможное. Ну как еще это объяснить? Вот по буквам говорю. Мы сделаем все возможное. Все. Мы постараемся сделать то, что необходимо нашей стране. И нашим гражданам. Нашим избирателям. И будущему. Все. Яблоко сделает. Все возможное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok